Музыка Это варган. Я совсем недавно вернулась с гастролей, где мы с оркестром выступали на севере в Якутии. Там один местный житель предложил мне купить вот эту штуковину. Сперва я не обратила на неё никакого внимания, но когда продавец заиграл, я пришла в дикий восторг и тут же приобрела этот инструмент. Варган интересен тем, что у него нет своего резонатора. Его функцию выполняет ротовая полость человека. Название инструмента происходит от славянского слова варга, то есть рот. Как видите, этот нехитрый инструмент состоит из металлической рамочки и язычка. Рамку прикладывают к передним зубам, вот так. Правой рукой извлекают звук. Играя ртом, можно изменять высоту звука и его тембр. Кстати, инструменты такого типа есть не только у якутов. Они существуют у многих народностей и называются они по-разному. В Якутии – хамус, на Алтае – камус, в Киргизии – темир-камус, в Башкирии – кубыз. У каждого народа, живущего на земле, своя культура, своя музыка, свои музыкальные инструменты. Бесконечное разнообразие звуков, тембров, приёмов исполнения. Может быть, вы захотите узнать побольше о национальной музыке, редких музыкальных инструментах? Тогда пишите нам в редакцию, задавайте свои вопросы, а ваша Виолетта Модестовна постарается ответить на них. Кстати, один вопрос об этнической музыке на сегодня у нас уже имеется. Прислал его Вадим Голинец из Харькова. Вот что пишет Вадим. У нас дома много дисков с этнической музыкой разных стран. Я давно научился на слух определять, какая музыка из какой страны. Это японская, а это индийская. А как объяснить с научной точки зрения, в чём разница между ними? Прекрасный и глубокий вопрос, Вадим. Действительно, многие из нас, послушав небольшой отрывок, могут сказать, Это китайская музыка, а это латиноамериканская. По какому признаку мы это определяем? Конечно, если это песня, то можно догадаться по тексту. Особенно у кого на слуху иностранные языки. А как быть, если композиция инструментальная? Здесь есть несколько признаков. Это и особенности мелодии, ритма и экзотические тембры инструментов. Но всё-таки главный признак – это лад. В прошлой передаче я вам уже рассказывала про лады. Ну, напомню. Из всех 12 звуков октавы, включая чёрные и белые клавиши на рояле, используются не все. Ну, скажем, 7 или 5 звуков. Мажорные и минорные лады, основные в европейской музыке, имеют по 7 звуков. Но кроме них существует большое количество других ладов. Именно они определяют национальный колорит музыки, и о них мы с вами сегодня поговорим. Давайте-ка сперва мы отправимся в Древнюю Грецию. Ведь именно там зародились самые древние лады. Величайшие учёные – Пифагор, Аристотель – увлекались не только научными открытиями, они столь же глубоко интересовались музыкой и играли на музыкальных инструментах. Поначалу греки применяли в музыке тетрахорды – звукоряды из 4 звуков, а потом из них сложились 7 натуральных ладов. Названия лады получили от тех местностей, в которых были распространены. Первый лад мы все с вами знаем от ноты до вверх, по белым клавишам 7 нот. Греки называли этот лад ионийским, а нам он знаком как натуральный мажор. Далее. Лад от ре – тоже 7 звуков, вверх по белым клавишам. Это дорийский лад. От ми начинается фригийский. Он начинается с полутона и нашел широкое применение в испанской музыке. По этому полутону мы сразу узнаем испанскую музыку. Далее лад от фа. Лидийский. От соль – миксолидийский. От ля – и алиский. И, наконец, от си – лакрийский. Мало кто знает, что все эти натуральные лады широко применяются сегодня как в джазовой импровизации, так и в рок-музыке. А теперь мы отправимся в Китай. С древнейших времен музыканты здесь использовали лад из 5 звуков – пентатонику. В китайской пентатонике нет полутонов, а значит, нет острых тяготений и драматизма. Поэтому китайская музыка по характеру умиротворяющая и созерцательная. Хотите моментально передать китайский колорит на фортепиано? Сыграйте под черным клавишем не спеша. А теперь переместимся с далекого востока на юго-восток США – родину блюза. Когда-то здесь работали на плантациях афроамериканцы, собирая сахарный тростник и кофе. Нелегок был их труд, скуден заработок. Оттого и песни их были невеселыми, заунывными. Вот из таких грустных песен и родился афроамериканский блюз. А поется и играется он в специальном блюзовом ладу. Состоит он из 7 звуков. И звучит вот так. Узнаёте? Пентатоника только с пониженной пятой ступенью. Она-то и зовётся блюзовым тоном. Ну а теперь вернёмся-ка мы на родину, в Россию. Какие же лады у нас? Прежде всего, это натуральный минор, который даёт былинную окраску. Вспомните, как в сказках гусляр перебирает неспешно свои струны и поёт долгую былину о добрых молодцах, царевнах и царевичах. А ещё мне хочется рассказать про один лад, который очень любили русские композиторы Глинка, Римский Корсаков и другие. Называется этот лад целотонным, потому что расстояние между всеми его звуками целый тон. До, Ре, Ми, Фа диез, Соль диез, Ля диез, До. Слышите, как интересно звучит? Не случайно Михаил Иванович Глинка использовал этот лад для характеристики Черномора в опере «Руслан и Людмила». Существует ещё множество ладов, о которых я не рассказала, но, думаю, главное вы поняли, лад – это очень мощное выразительное средство в музыке. И по ладу мы часто определяем, какому народу или какой стране принадлежит то или иное музыкальное произведение. Вот ещё одно интересное письмо. У нас в музыкальной школе учится играть на фортепиано очень способный мальчик. Недавно он во второй раз победил на международном конкурсе. Все его называют вундеркиндом. Кто такие вундеркинды и кого из известных музыкантов называли так же? Даша Резникова из Москвы. Каждому человеку, Даша, с момента рождения Господь даёт таланты. Это те способности и склонности, которые человек постепенно развивает, приобретая жизненный опыт. Таланты могут быть самыми разнообразными. Вот этот ребёнок любит технику. С утра до вечера он играет с машинками, что-то собирает, конструирует. Возможно, он станет хорошим инженером или конструктором. А этот ребёнок очень любит рисовать. Вообще-то рисуют все дети, но этот малыш точнее других ощущает форму предмета, оттенки красок. И лучше, чем другие, дети передаёт всё это на бумаги. Те дети, у которых талант обнаруживается и развивается необычайно рано и называются вундеркиндами. Слово вундеркинд немецкого происхождения. Буквально оно означает чудо-ребёнок. Вундеркиндов часто называют поцелованными богом. В истории музыки самый известный вундеркинд Вольфганг Амадей Моцарт. Феноменальные способности Моцарта проявились очень рано. Представляете, уже в три года он играл на клавесине нехитрые мелодии. В четыре освоил скрипку, а в пять уже сочинял собственные пьесы. Конечно, главную роль в воспитании ребёнка сыграл отец. Он заметил необычное дарование сына и постарался привить ему любовь к занятиям музыкой. Леопольд Моцарт оставил свою музыкальную карьеру и всецело посвятил себя воспитанию сына. Он даже стал его импресарио. Импресарио. Профессиональный организатор концертов и гастролей. С шестилетнего возраста юный Вольфганг начинает гастролировать по культурным центрам Европы. Повсюду его признают ребёнком с печатью Божией на челе. К двенадцати годам Моцарт уже посетил множество стран с гастролями и написал три оперы. Аполлон и Гиацинт, Мнимая пастушка, Бастиен и Бастиена. В истории было немало одарённых с детства музыкантов, но подобных Моцарту не было. Лишь немногим мандеркиндам удавалось пронести свой талант сквозь годы, не растеряв его. Ну вот, наша передача подходит к концу. Сегодня мы с вами познакомились с этническим инструментом Варганом. Определились, что именно лады придают национальный колорит музыке различных культур. Узнали, кто такие бундеркинды. А сколько интересного нас ждёт впереди. Письма с вопросами присылайте по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал Радость Моя. Электронные письма оставляйте на сайте радостмоя.ру Я прощаюсь с вами до следующей передачи. Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна.